друзья всех приветствую на торговой сессии среды мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику на финансовых инструментов и разумеется на наши торговые идеи не забывайте подписываться на наш канал оставлять вопросы и ставить лайки начнем сегодня традиционно с рынка нефти 42 92 я еще в коротких позициях повторюсь что для себя в качестве уровня стоп-лосса обозначил хай позапрошлого дня выше 43 долларов за баррель сегодня на повестке экономического календаря данные по запасам нефти мы анализируем а друзья классически не только на прирост изменения запасов самих но нас еще интересует показатель нефтедобычи в сша потому что чем быстрее американские сланцевые производители вернуться на мировой рынок углеводородов тем больше будет шансов у продавцов перехватить инициативу покупателей все-таки вернуть котировки бренда ниже 40 долларов за баррель друзья я повторюсь снова что он прекрасно понимаю какой фон и какой фундамент сейчас используют покупатели почему стараются вытащить котировки к новым локальным максимумом и развить еще более устойчивый восходящий тренд и я бы признал его состоятельным но уже неоднократно подчеркивать что такое безоткатное ралли учитывая что сейчас происходит в мире в плане пандемии кажется абсолютно невероятным абсурдным даже нужна коррекция пусть эту коррекцию спровоцируют технические факторы если кстати среди вас есть технари накидайте пару идей свою точку зрения кажется ли вам вероятным разворот где вы его видите и так далее но я думаю что даже технари отметить что рынок нуждается в небольшой а может быть даже и большой разгрузки с точки зрения фундамента только что отметил что риска к вида 19 его влияние на мировую экономическую активность на перспективу мирового экономического роста это серьезная угроза не нужно недоценивать но если пока что трейдеры фильтруют этот фундаментальный негатив ну что же будем искать простите за тавтологию топлива в виде локальных релизах и отчетах запасы это крутой релиз для рынка нефти и если мы посмотрим опять же исторически как эти данные влияли на котировки черного золота мы не раз смогли бы убедиться и сможем убедиться в том что этот отчет приводит движение котировки и бренд и wti поэтому сегодня мы следим за запасами если сравниваете сопоставлять отчеты от американского института нефти который выходит фактически за день до официальных цифр от администрации аналитической информации то запасы сегодня должны быть со знаком плюс потому что api как раз ранее сообщили о том что запасы увеличились на 2 миллиона конечно же если администрация аналитической информации подтвердить что запасы действительно выросли это спровоцирует усиление коррекционной динамики если еще друзья кажется что штаты нарастили объем нефтедобычи и шагнули уже за 11 миллионов баррелей в сутки вот пожалуйста еще одна причина для распродаж в целом я пока в позициях сел когда буду выходить из них я только что в начале этого брифинга отметил ну надеюсь что до этого дела не дойдет американская валюта индекс 9689 вчерашний день мы фактически восстанавливались после потери а понедельника сейчас сохраняя потенциал для роста уже много раз есть только было сказано почему доллар должен расти выбирайте сами либо защитные свойства все это опять же отголоски ситуации с коронавирусом количество заболевших сша по-прежнему на рекордных показателях 3 миллиона заболевших это много я думаю что это еще не конец уж точно не конец пандемии потому что лекарства до сих пор вакцины нету все больше штатов вновь озадачиваются необходимостью ввода карантинных ограничений это впоследствии может друзья негативно отразиться на рыночных настроениях точнее это уже должно отражаться на рыночных настроениях но впоследствии это уже и угроза для тех стабильных темпов восстановления на которые рассчитывали покупатели и быки в отношении американской валюты также у нас еще и много статистики в последней неделе все что мы разбирали в последний релиз это понедельник асм сфере услуг хорошие цифры и мы их используем взять также для того чтобы все-таки подкрепить свои ожидания того что у индекс американской валюты есть больше шансов на восстановление пока фрс не анонсировал новых мер поддержки не что не должно спровоцировать какой-то обвал американской валюты вот если эти меры будут то тогда уже прикинем с вами на каких отметках стоит покинуть индекс доллара хотя я ранее уже об этом говорил золото 1794 в моменте хай был ну почти на отметке 1800 долларов за тройскую унцию то есть вчерашний день в принципе если бы не фунт которые действительно и спорта в настроении но по золоту мы очень хорошо заработали потому что золото мы ожидали что 1800 как планка будет достигнута в более отдаленной перспективе но это произошло вот уже сейчас я рекомендую друзья все-таки те кто вместе со мной разделял сделки по фунту порадовать себя профитом все-таки не дожидаться теста 1800 по золоту выйти зафиксировать профит он действительно хороший ну а те кто одержит все-таки ожидание ориентиры присматривается к целям 1800 этот уровень точно будет достигнут просто нужно будет подождать золото покупают благодаря тому что это лучше защитный и хеджевый инструмент потому что такие многие еще верить что мировой экономики будет развиваться последствия инфляции за тех стимулов которым ранее прибегали центральные банки евро против доллара 1 12 74 снижаемся еврокомиссии накануне понизила прогноз экономического роста еврозоны на 2020 год до 8 7 процента ранее была оценка 7 7 процента фунт 1 25 51 сейчас в целом за вчерашний день почти 100 пунктов прибавила британская валюта и рост произошел после того как на рынке появились сообщения о том что ес и англия собираются провести неформальные переговоры и знаете джонсон вчера поговорил с меркель я думаю что рынок именно это имел ввиду но каких-либо договоренности либо каких-то прорывных моментов не было отмечено но стороны подтвердили что необходимо разумеется ускорить процесс проработки всех этих спорных нюансов для того чтобы выйти на какую-то истину и достичь собственно компромисса еврокомиссии кстати также понизил прогноз экономического роста англии также до 8 7 процента раньше этот прогноз был лучше ожидалось снижение на только лишь минус 7 7 процента сегодня друзья в экономическом календаре смотрел искал будет ли выступление министра финансов сонока поскольку это важное событие ведь минфин может анонсировать новые меры поддержки которые по моему субъективному мнению могут совпасть с намеками на готовность банка англии снизить ставку до отрицательных значений но вот в экономическом календаре ничего такого не нашел возможно просто не внесли это событие как знаковая за которым нужно следить но я допускаю что его пресс-конференция все-таки может сегодня состояться по фунту сохраняю короткие позиции я думаю что вы все знаете какие риски я закладываю под этот трейд и доллар канадец все тут замечательно мы растем 13603 минфин опубликовал вчера прогноз в котором отмечено что ожидается дефицит бюджета на 300 миллиардов долларов ждем в пятницу плохие данные по рынку труда и еще большее восстановление пары на этом все большое всем спасибо за внимание всем пока